Здравствуйте! Ремонтные работы в этой комнате идут полным ходом, времени у нас очень мало, но я вам обещаю никаких сложных технологий. Для этого интерьера мы сделаем универсальную рамку для фотографий, картинок и записок. Хотя лично я использую ее для изучения иностранных слов. Ну что ж, приступим? Берем раму, и чем большего размера она будет, тем больше фотографий и рисунков можно будет на ней разместить. Чтобы рама смотрелась интереснее, мы ее состарим. Покрываем края рамы воском. Для этого используем обыкновенную свечу. Поскольку интерьер этой комнаты будет выполнен в белых и светло-бирюзовых оттенках, наше изделие я выкрашу в светло-бежевый тон. Это будет отличное цветовое сочетание. Я использую акриловую краску, она сохнет практически мгновенно. Закрашиваем все бежевой краской. Теперь края рамки, которые мы предварительно обработали воском, можем зашкурить наждачной бумагой. Вот такой замечательный эффект старины у нас получился. С обратной стороны рамки отметим места, к которым будет крепиться веревка. Теперь прибьем к ним гвозди. Кстати, история возникновения рам уходит своими корнями в 14-е столетие. Ими стали оформлять картины для того, чтобы придать дополнительную красоту и изысканность. Наматываем веревки на гвозди. Их будет целых три. Первые рамки для фотографий были довольно изящными, но только овальной формы. А сейчас что только не встретишь. Вот у нас, например, будет рамка для целого фотоколлажа. А теперь точно так же, как мы вешаем белье, мы подвесим несколько фотографий с помощью прищепок внутри рамки. Прищепки у меня декоративные, но вы можете использовать и обыкновенные прищепки, предварительно покрасив их в разные цвета. Вот так быстро и просто мы сделали универсальное приспособление для фотографий, рисунков или записок. Экспериментируйте!